Ранним утром 1 мая коммунисты Карачава-Черкесии вышли на улицу Ленина с транспарантами. Участники мероприятия пребывали в приподнятом настроении, поскольку 1 мая был и остается одним из главных праздников коммунистической партии. Колонну митингующих коммунистов нашей республики возглавил первый секретарь Карачава-Черкесского Рескома КПРФ Исмель Биджев. Участники традиционного шествия возложили цветы к памятнику борцам за установление советской власти в Карачава-Черкесии. Затем колонна последовала в Парк Победы. Этот день был и остается всенародно любимым, несет в себе мощный заряд созидания, вселяет уверенность в завтрашнем дне. Уверены коммунисты. Во всем мире был и остается этот день днем международной солидарности трудящихся. Пользуясь случаем, мне бы хотелось от имени коммунистов республики поздравить всех наших земляков, жителей Карачаева-Черкесии с этим праздником. А на театральной площади Черкеска в 10 часов прошел праздничный митинг. В нем приняли участие работники различных предприятий, министерств и ведомств, учебных и медицинских заведений, работники культуры Карачаева-Черкесии, региональные отделения политических партий. Участников митинга от имени главы Карачаева-Черкесии и депутатского корпуса республики поприветствовал председатель народного собрания КЧР Александр Иванов. Сердечно поздравляю всех вас с праздником весны и труда. Этот праздник настоящих тружеников. Всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее, стремится сделать жизнь лучшую, создает основу для позитивных перемен, для мер и согласия. Именно человек труда является основой экономики, нравственно-моральных ценностей нашего общества. Присутствующих поздравила и председатель общественной палаты Карачаева-Черкесской республики Вера Молдаванова. Обращаясь к участникам митинга, она отметила, что 1 мая поистине народный праздник, с которым связаны самые добрые традиции. Мир и труд – это вечные ценности, над которыми не власть на время. В этот день мы чествуем всех, кто создает будущее России и Карачаева-Черкесии. А также говорим слова благодарности нашим ветеранам, всем, кто добросовестно трудился на благо нашей республики и страны и ушел на заслуженный отдых. Времена меняются, но во все времена должны быть свои герои, люди, на которых равняются соотечественники. Перед собравшимися выступили и представители интеллигенции нашей республики, работники культуры и образования, которые также отмечали значимость и неутраченную актуальность 1 мая. Далее массовые праздничные гуляния в республиканской столице продолжились в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Люди большим потоком спускались на «Зеленый остров». Вокруг царила атмосфера настоящего праздника. В парке много изменений в лучшую сторону. Открыта аллея боевой славы. Сюда при помощи специальной техники были переведены два танка, один из которых ИС-3 с 1985 года стоял на въезде в Черкесск со стороны Пятигорска. На территории парка также ожил настоящий сказочный лес Лукоморья, жителями которого стали известные герои сказок Александра Пушкина и другие. Кстати, теперь это популярное место для фотографирования среди посетителей парка. Установлены и новые декоративные ограждения в виде мини-колонн, реконструирован фонтан, демонтированы новые цветники, которые совсем скоро зацветут яркими красками в тон предстоящему лету, посажены и живописные ели. Жители и гости республиканской столицы с удовольствием отмечали, что главный парк Черкеска преобразился до неузнаваемости. Да все спокойно, хорошо, красиво, чистенько, шикарно. Вы посмотрите, какое количество людей здесь сегодня гуляет, а ведь два года назад здесь никого не было. Значит, я слышу, идут люди, все это отмечают. Каждый говорит, вот есть уголочек земли, где можно будет отдохнуть. Все, что сделали, понравилось. Аттракционы лучше куда стали. А там есть где посидеть, как отдохнуть. И посмотреть на что. Конечно, преобразился. Я его даже не узнал поначалу. Стало больше детишек. Они стали с удовольствием приходить, играть, потому что столько разнообразных развлечений, эмоции переполняет их. Мне кажется, очень сильно преобразился. Просто душа радуется. Посетители Зеленого острова еще долго гуляли и веселились. Этому способствовала и наконец-то установившаяся погода. Ведь, несмотря ни на какие трудности, Первомай был и остается в первую очередь праздником. Праздником весны и труда. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.